Привет, ценители джаза! С вами педагог и саксофонист Андрей Степанов, Лаки Сакс, и я рад снова видеть вас на курсе джазовой импровизации. Если вы хотите чего-то достичь, советую вдумчиво проигрывать все примеры из каждого урока. Важные, по вашему мнению, моменты отмечайте карандашом или ручкой в вашей нотной тетради и в дальнейшем при просмотре материала они будут бросаться в глаза. Необходимо вслушиваться, вслушиваться и еще раз вслушиваться в музыку, будь то джаз или импровизация. Научиться многому можно не только из записи, но и из концертных выступлений. Начните с прослушивания того, что было записано в течение прошедших 70 лет. Вы будете поражены? Кстати, решил в каждом уроке давать вам список достойных джазовых исполнителей. Я оставлю его вам в описании к видео. На прошлом уроке нашего курса мы отработали ритмическую импровизацию на первой ступени тональности, на тонике. И уяснили главное. Импровизация состоит не только из разных по высоте нот, но из разных музыкальных длительностей. Именно отработка таких простых приемов и поможет вам создавать в будущем свою интересную оригинальную музыкальную импровизацию, богатую разными ритмическими рисунками. Сегодня мы добавим и отработаем следующую важную ступень в любой тональности, пятую, она же доминанта. Принцип отработки такой же, как и с первой ступенью. Сначала мы будем использовать только целые длительности. Напомню, что целые ноты длятся по 4 удара метронома. Итак, для начала я показываю свой вариант, потом вы уже импровизируете под минусовую фонограмму ваш вариант. Принцип отработки такой же, как и с первой ступень. Отличный вариант. Теперь мы добавим половинные длительности. Сначала я покажу свой пример, затем сыграете вы. Кстати, на данном этапе вы можете пользоваться карандашом и нотной тетрадью. Продумывание и запись тетрадь помогут вашей импровизации стать более осознанной. Продолжение следует... молодцы я горжусь вашим результатом теперь добавим четвертные длительности подходите разумно к выделению времени на занятия не повторяйте то дело мелодии которые уже научились играть это конечно тешит ваше самолюбие но практически не способствует вашему продвижению в музыке старайтесь каждый раз при отработке придумывать новые варианты импровизации и так сначала мой вариант с четвертыми длительностями затем вы сыграете вашу импровизацию и и и и Так держать. Отличный вариант. Следующее упражнение будет содержать также и восьмые длительности. Проявляйте терпение. Не рассчитывайте достичь всего в одночасье. Говорят, мы что-то получаем только тогда, когда к этому готовы. От психического равновесия также зависит и прогресс в обучении. Добавляем восьмые длительности к нашей импровизации. Добавляем восьмые длительности к нашей импровизации. Супер! Постепенно тренируйте свой слух по-настоящему слышать музыку и все составляющие конечного продукта. Исполнение джаза развивает чувство собственного достоинства и независимость. Еще один очень важный совет. Играйте на самом лучшем инструменте, который можете себе позволить. Берите уроки у самых лучших педагогов. Держите инструмент всегда в хорошем состоянии. Видео по уходу я уже опубликовал на канале. Можете с ним ознакомиться. Ссылка будет в описании к ролику. Теперь добавим шестнадцатой длительности. Это может быть сложным для тех, кто только взял инструмент в руки. Могу предложить вам еще раз оточить ваше мастерство импровизации на предыдущем примере с восьмыми. Субтитры создавал DimaTorzok Отлично! Рад, что вы справились. Минусовую фонограмму для отработки вашего мастерства. Для саксофона альт и тенор. Как и ноты, предлагаемых мною примеров импровизации. Вы можете скачать на моем сайте Бусти или Патреон по подписке. Ссылку на которые я оставлю в описании к видео. Также в описании я прикреплю список рекомендуемых к прослушиванию исполнителей джаза. Сегодня это будет список великих трубачей. Обязательно послушайте хотя бы по одной композиции каждого из них. Попробуйте проанализировать их записи. Найдите моменты, где они так же, как и вы сегодня, обыгрывали одну и ту же ноту разными длительностями. Я рад, что вы присоединились к этому замечательному миру джаза. И жду вас на следующем занятии.